Вечер понедельника, а значит в эфире телеканал АПС, программа «Вопрос на миллион». Здравствуйте! Наверняка каждый из нас хоть раз задумывался о том, чтобы сделать в своей квартире перепланировку, но далеко не все из нас могут решиться на это. Итак, тема нашей программы – перепланировка квартир. В студии Екатерина Грицыенко и директор Центра оформления недвижимости «Добрый дом» Ирина Беляева. Ирина, здравствуйте! Здравствуйте, Екатерина! Ирина, что же входит в понятие перепланировка? Перепланировка, как само понятие, это изменение конфигурации квартиры. Вообще люди, которые проживают в типовых квартирах, они мечтают сделать квартиру удобной для себя, то есть приспособить эту квартиру для своего образа жизни. Конечно, можно поменять обои, можно поменять плитку, можно переставить мебель, но это никаким образом не улучшить саму планировку квартиры. И чтобы сделать ее удобной, обязательно нужно провести правильную перепланировку квартиры. Начать детальный вопрос о перепланировках я предлагаю с письма нашей телезрительницы. Хорошо. Ввиду пополнения в семье хотим произвести серьезную перепланировку в своей двухкомнатной квартире. Планируем перенести кухню в гостиную, а на месте кухни обустроить спальню. Можно ли согласовать такую перепланировку? Нет, такую перепланировку согласовать нельзя. Потому что в многоквартирных домах, многоэтажных домах над жилыми помещениями должны находиться только жилые помещения. Не жилые же помещения, если вы захотите их расширить, добавить к ним квадратных метров, это можно сделать за счет помещений общего пользования. Например, за счет коридора, за счет коридора. Ирина, вообще существует какое-то разграничение? Какие перепланировки можно делать, какие нет? Конечно, конечно. Что можно делать? Можно производить перенос дверного проема или увеличение дверного проема в ненесущих стенах. В несущих конструкциях нельзя добровольно, самостоятельно делать подобные работы. Можно совмещать санузел, то есть ванну и туалет. Это тоже можно сделать. Естественно, и для первого, и для второго случая нужен проект. Это первый документ, который является первым шагом для грамотного, правильного осуществления перепланировки. В общем-то, мы перешли к самому процессу. Человек задумал перепланировку. С чего начать, с каких согласований, с каких документов? Во-первых, нужно выбрать организацию, которая поможет это сделать. У нас на рынке недвижимости в нашем городе существует ряд организаций, которые помогают согласовать перепланировку. В том числе и наша организация ООО «Добрый дом». Специально обученный человек, который знает полностью алгоритм действий при согласовании перепланировки, подробно при встрече, при первой же расскажет, как это сделать. Вкратце я поясню. Первое, что нужно будет сделать – это проект. Проект перепланировки делает специальная организация. Это отдельная лицензированная организация, которая состоит в СРО. Другие организации проект делать не имеют права, потому что каждый проект, прежде чем его сделают, делают экспертизу. То есть узнают, что можно делать, а что нельзя. Просто обычный специалист на рынке недвижимости вам это не скажет. Только специально обученный. Итак, делается проект. В проекте предоставляется информация о том, какая была квартира, какой была квартира планировки и какой планировки хозяева хотят ее увидеть. То есть до и после. Осуществляется это на основании поэтажного плана. Поэтажный план берется в БТИ. Для чего это нужно? Для того, чтобы были соблюдены все нормы. Еще раз повторюсь, нельзя никаким образом самостоятельно делать любые отверстия в капитальных несущих стенах. Чтобы это было понятно, это все отражено на поэтажном плане в БТИ. Для чего это делается? Именно для того, чтобы была соблюдена безопасность всех лиц, проживающих в этом доме. То есть, в общем-то, собственник может обратиться в БТИ, сначала понять, какие стены несущие, какие нет, а потом уже думать обо всем остальном. Он может это сделать и самостоятельно, а если он, например, наймет на работу на основании договора о оказании услуг специальную организацию, которая занимается согласованием перепланировок, то организация это сделает все сама. То есть поднимут архивные планы в БТИ, пригласят лицензированную организацию, которая нарисует план перепланировки, потому что это только еще начало. Ирина, а что значит узаконить перепланировку? Узаконить перепланировку – это значит произвести все действия таким образом, чтобы все изменения были внесены в свидетельство о государственной регистрации права собственности. То есть нарисованный, изготовленный план перепланировки, он подлежит воплощению в жизнь. После того, как эти все работы сделаны, подписывается акт о сделанных работах. На основании этих документов делается новый технический план на квартиру. После этого вносится изменение в кадастр, изменение в реестр и выдается новое свидетельство о регистрации права с внесенными метражами, потому что после проведения перепланировки метражи меняются. Если вы удалили стену, тем самым у вас увеличивается общая площадь квартиры. Если вы возвели стену, тем самым у вас уменьшается общая площадь квартиры. Эти изменения подлежат обязательной регистрации в Росреестре. Почему? Потому что это детальное описание квартиры. Мы в прошлой передаче по поводу оформления, когда разговаривали, что обязательно детальное описание квартиры является залогом вашего спокойствия. То есть любые изменения, даже самые незначительные, нужно регистрировать, нужно узаконить. Совершенно верно. Любые изменения, самые незначительные, их обязательно регистрировать. Почему? От этого меняется стоимость вашей квартиры. Потому что если, например, брать обычную схему расчета рыночной стоимости квартиры, как мы знаем, у нас есть средняя рыночная стоимость метра и количество метров в квартире. Чем больше метров в квартире, тем дороже квартира стоит. Чем меньше метров в квартире, тем дешевле стоит квартира. Чем пользуются, например, застройщики, которые сдают квартиры в новых домах без внутренних перегородок. Потому что там метров больше. Кстати говоря, о таких домах. Действительно, очень много сдаётся домов, в которых нет стен, грубо говоря. Затем собственник должен их установить самостоятельно. Каким образом проводить вот эти согласования и как планировать, проектировать свою квартиру? В таких домах, в новых домах существует проектный план. Этот проектный план, также он поэтажный проектный план. При регистрации самого дома, ещё на том этапе, когда застройщик сдаёт свои документы на регистрацию в Росреестр, он прикладывает туда же копию этого поэтажного плана. То есть эта информация есть. Для чего это нужно? Для того, чтобы люди в будущем получили ту квартиру, какую и планировали по проекту получить. То есть не где-то там срезанный угол, не где-то на части квартиры сделан общий коридорчик. Нет. Всё должно совпадать до сдачи дома, после сдачи дома. Это первое. Второе. По поводу планировки. Есть рекомендательная планировка. Рекомендательная планировка квартиры, которую придумал архитектор, когда создавал сам дом. Но если у вас есть жила... Ну, когда создавал проект дома... То есть её должен выдать застройщик, да? Это рекомендательная планировка. Естественно. Вы когда подписываете договор долевого участия в строительстве, вам прикладывают этот план квартиры, какая она в принципе планируется, чтобы была. Но у вас есть право. Если вы хотите, можете передвинуть перегородки. Незначительно. Но, опять же, учитывайте. Если запланирована кухня именно в этом месте, она должна быть именно в этом месте. Вы не можете её перенести на часть, где планировалась комната. И если, например, по проекту площадь балкона входила в общую площадь квартиры, то вы можете этот балкон присоединить. А, например, в старых домах, если у нас площадь квартиры зафиксирована без балкона, то тогда балкон присоединить крайне сложно и желательно-нежелательно. Ирина, а какую ответственность несёт собственник за самовольную перепланировку? За самовольную перепланировку, несогласованную, собственник несёт ответственность. На него может быть наложен штраф в денежном эквиваленте в зависимости от тех нарушений, какие были допущены. Но я не советую самостоятельно проводить перепланировку, потому что это опасно. Вы тем самым подвергаете опасности жизнь ваших соседей, жизнь вашей семьи. Потому что для чего это нужно согласовывать с государственными органами, с жилой инспекцией? Именно для того, чтобы были соблюдены все правила, все СНИПы. Мы знаем, что были случаи у нас в Архангельской области, когда на первых этажах были сделаны перепланировки, убраны перегородки в нежилых помещениях, в результате чего происходило обрушение верхних этажей. Это очень неприятные факты. Не стоит, чтобы они повторялись. Не стоит, чтобы они повторялись. Грозит ли какая-то ответственность покупателю, который приобретает квартиру с неузаконенной перепланировкой? Во-первых, это минус, то, что перепланировка неузаконена. Во-вторых, покупателю самому придётся правильно оформлять документы, и это стоит денег. Ни к чему нести расходы по согласованию перепланировки, если это может сделать продавец. И я советую всем покупателям, если они зафиксировали факт перепланировки неузаконенной, настаивайте на том, чтобы документы были приведены в соответствующее законодательству состояние до покупки квартиры. Вот как раз об этом письмо одного из наших телезрителей. Я предлагаю его прочитать. Покупаем квартиру, в которой была проведена перепланировка, перенос дверного проёма в перегородки и переустройство, замена и перенос сантехники. Хозяева не получали соглашения на перепланировку и переустройство, объясняя это тем, что перепланировка небольшая, а в случае чего мы, то есть покупатели, можем узаконить эти изменения. Правы ли хозяева? Правы ли мы требовать от них оплаты услуг, связанных с согласованием проведённой ими перепланировки? Вот как быть в такой ситуации? Правы или нет хозяева, решать им, потому что у каждой монеты есть две стороны, и мы сейчас услышали версию только покупателей. Но, повторюсь, всем покупателям я рекомендую настаивать на том, чтобы согласованная перепланировка была до покупки квартиры, потому что не вы делали ремонтные работы, а продавцы. Не вы контролировали, как эти работы были сделаны, качественно ли они были сделаны, и какая бригада делала эти работы. Потому что от этого зависит ваше будущее благополучие. Вот был переставлен унитаз, допустим, в ванной, без вашего присмотра, так ведь? Это же делали предыдущие хозяева квартиры. Как вы можете проконтролировать качество работы? А если что-то случится? Если произойдёт утечка воды, и будут затоплены хозяева снизу? То есть нужно попросить предыдущих хозяев зарегистрировать эти изменения? Или же компенсировать в материальном эквиваленте стоимость этих работ? Ирина, ещё один вопрос от наших телезрителей. Можно ли сделать перепланировку в ипотечной квартире, и что для этого нужно? Можно сделать перепланировку в квартире, купленной на ипотечные средства. Точно так же делается проект перепланировки, точно так же производятся работы, подписывается акт, делается технический план, и регистрируется новая информация в Росреестре, но с согласия банка, с письменного согласия банка. В каждом ипотечном договоре отдельным пунктом прописано, что приобретатель квартиры не имеет права переустройства или перепланировку квартиры производить без согласия банка. Это обязательные условия банка, потому что квартира должна быть у приобретателей в том виде, в каком согласовал банк. А чтобы купить квартиру по ипотеке, делается отдельный отчёт об оценке рыночной стоимости, где обязательно фиксируется, есть перепланировка или нет перепланировки. Банк за этим следит. Ирина, а отличаются ли перепланировки в новых домах от перепланировок в старых домах? Да, отличаются. Значит, вот первое, что я сказала о том, что по присоединению балкона, что балкон можно присоединять в новостройках и в любых других домах, уже в сданных, уже в устоявшихся домах, если площадь балкона включена в общую площадь квартиры. А если, например, не включена, то проблематично будет присоединить балкон к общей площади квартиры или к площади комнаты. Что ещё нельзя? Нельзя в панельных домах, в которых есть газ, совмещать кухню и комнату. Это категорически запрещено. То есть в панельных домах, в пятиэтажках, если вы хотите присоединить кухню к комнате аркой или вообще убрать этот проём, технически это делать нельзя. То есть даже арка. А в кирпичных домах? В кирпиче, если газ, тоже нельзя. Тоже нельзя. Тоже нельзя. Почему? Потому что по СНИПам это запрещено в принципе. Ирина, а что касается перепланировок в коммунальных квартирах? Возможно ли это? Например, установить ванну в своей комнате и сделать такую мини-квартиру? Можно это сделать, но придётся получить разрешение всех сособственников. В коммунальной квартире несколько собственников, они владеют жилыми помещениями, комнатами. Но общая площадь, общей площадью распоряжаться вы без согласия сособственников не можете. Но если я в своей комнате установлю, допустим, душевую кабину, это же будет уже моя собственность, моя площадь или это... Если это многоквартирный дом, если это многоквартирный дом, то под вашей комнатой внизу будет находиться жилая комната. А как мы уже говорили ранее, в жилых комнатах не могут быть вспомогательные помещения находиться на этой площади. Почему и нужно согласие. Если будет согласие всех сособственников, пожалуйста, тогда можно, тогда можно. Ирина, спасибо вам за интересную беседу и очень важную и полезную информацию. Пожалуйста. В нашей студии была директор Центра оформления недвижимости «Добрый дом» Ирина Беляева. Пишите нам по адресу info.sobako.ps29.ru. До встречи. Вопрос на миллион.